Бодрейшего времени суток, друзья! Во-первых, я понимаю, что вам непривычно видеть меня в костюме, самому как-то немножко еще не по себе. Но, во-вторых, я это надел все не просто так, потому что сегодня послание Раиса Татарстана, Рустам Нургалевич будет говорить важные вещи. И, собственно говоря, сегодня я уже зайду внутрь, и именно там буду опрашивать депутатов на эту тему. А самое главное, спрошу, а помнят ли они, что было на прошлом послание Рустама Нургалевича? Сейчас узнаем. Проекта Татарстанда. Скажите, пожалуйста, какие основные слова вы сегодня ждете от обращения? Конечно, ждем всегда слова оценки труда по итогам года. Мы должны уже четко понимать, что мы хотим добиться, какие ставят результаты нам. А сейчас не понимаете, что ли, какие задачи? Я говорю, новые задачи. А, новые. Я жду слова, что будет продолжена предыдущая политика предыдущих лет, которая направлена прежде всего на людей. Акцент, я думаю, будет на социальную политику для народа, на улучшение жизни. Для развития Татарстана, улучшение качества жизни нашего населения и процветания России. Семья, отдельно участники СВО. Второе, поддержка предприятий, то есть по всем программам. Наставление, что именно ожидает в следующем периоде. Есть и определенные плюсы нахождения здесь. В целом, им практически не убежать от меня. Все находятся в одной локации, поэтому даже удобнее. Ждем наше будущее. Будущее ждем? Да, это развитие нашей республики. Другое одежда вообще по-другому смотрится. Если не узнал вам еще какой-нибудь значок, какой-нибудь солидный добавить. А как думаете, какие теги сегодня будут самые популярные? Развитие. Развитие, хорошо. Экономика. Поддержка. Благополучие. Ага. Сил. Победить. Сила. Стабильность в экономике, в политике, в социальных вопросах. Каких вопросов? Социальных вопросов. Очень красивые. Можно на секундочку вас? Какие важные слова вы сегодня ждете от обращения? Уделяет именно развитию экономики, базисных вещей. Я думаю, что будет разговор за жизнь. О, разговор за жизнь. Вот это мне нравится. Конститура всех, во-первых, всеобщества, но потому что на самом деле времена непростые и в целом социально-экономические. Я уверен, что сегодня будет много посвящено вопросам современного мира, реалий, в которых мы живем. Знаете, чувствую себя как агент под прикрытием. Да, я в костюме, да, мне неудобно, непривычно. Но в этом даже что-то есть. Я всегда любил истории про шпионов каких-то. Я как будто такой свой среди чужих, чужой среди своих. А вот вы помните, какие основные тезисы были в прошлый раз? Конечно, мы ежеквартально отчитываемся об исполнении послания Раиса Республики Татарстана. А вот это интересно. Самые популярные слова, как вы думаете? Экономика, люди, семья, образование. Там, наверное, были дворы. Нет. Были социальные программы, пропубликанские программы. Служение народу Татарстана. Обозначим это как словом сплочение. Сплочение, единство. В части семейных ценностей, в части исполнения поставленных задач. Ну, каждая страна слушает свои слова. То есть я как промышленник отвечаю за промышленность. Самые главные слова были, что мы идем вперед, преодолевая. Есть у меня этот топ. Давайте сделаем так. Я вам его озвучу, потом еще раз задам вопрос. А вы как бы ответьте. Мы все это сделаем естественно, чтобы красиво было. На первом месте республика. На втором работа. На третьем развитие. На четвертом Татарстан. Самые основные теги. Хотя бы парочку. Республика. Республика. Работа. Работа. Развитие. Развитие. Россия. Практически там было слово страна. Я вам сейчас еще раз задам вопрос. Мы подклеим, а вы несколько слов просто оттуда произнесете. Итак, а какие самые популярные слова были в прошлом обращении? Еще раз скажу. Популярные обращения были направлены на нашу экономику. Самое популярное слово. Республика. На втором месте работа. Да, чтобы все были обеспечены работой. Мы вообще молодцы, правда? Вот. Раз. Вы не тяните. Развитие. Применей у нас мало, а депутатов у вас много. Ну вот выкручиваются, выкручиваются новые люди. И как думаете, на пятом месте что? Семья. Страна. Страна. Вот так. Пятое слово. Мы вместе. Практически страна. И сейчас. Нет, у вас правда Нива? А, после обращения. У меня Нива-Шевроле. Серьезно? Как вам обращение? Отлично. Что для себя вот прежде всего наметили? Если брать сферу ЖКХ, профессиональную сферу, то в следующем году будет запущена программа по модернизации коммунальных сетей. Вы только вливаетесь, я понимаю. Я только вникаю в это все, вхожу в этот процесс. Ну интересно. Все понравилось, да. Ну, по поводу сказанных слов, обращение рейсинга с публикой полностью поддерживаю. Надо идти дальше и развиваться. Тот случай, когда забивать не стоит, как говорится. Именно. Вектор определен, прослеживается преемственность традиции, ну и амбициозность цели. Я думаю, есть перспективы, есть оптимизм. Вот мне интересно, как научиться говорить так же красиво, как депутат. Вроде как бы и сказали, а... Если сделать упор на работу с молодежью, да и поддержка ветеранов. Не только с пола, а всех ветеранов, участников боевых действий. Я вот обратил внимание, когда выходили все из зала, у всех были очень серьезные лица. Я вот поэтому хотел сказать, может что-то случилось. Все обдумывали. Ну, как говорят сами депутаты, это и было интересно. Я сам там не присутствовал, но в любом случае, все вышли с очень озадаченными лицами. Прям озадаченность какая-то была. Ну, видимо, есть над чем подумать. Есть над чем подумать. Ну, а меня зовут Артур Кортес. Мне есть над чем поработать в этом материале, чтобы показать его вам. Татарстан, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова